Санкции против Польши ЕС может наказать страну за реформу системы юстиции. В Брюсселе считают, она ставит под сомнение независимость судов, что грозит Варшаве и чем она ответит Татьяна Лугнова подробнее. У Брюсселя лопнуло терпение. Еврокомиссия инициировала беспрецедентную штрафную процедуру против Польши за нарушение европейских ценностей. Реформа системы юстиции, которую проводит правительство страны, по мнению еврочиновников, ставит под угрозу основные принципы правового государства и позволяет властям вмешиваться в работу судебной системы. Седьмую статью Лиссабонского договора, которая собственно и позволяет начать штрафную процедуру, Евросоюз еще никогда не использовал против стран-членов. Но руководители Еврокомиссии говорят, другого выхода у них не было. К сожалению, наша тревога только усилилась. За два года в Польше были приняты 13 законов, которые подвергают риску независимой судебной системы и принцип разделения власти. Штрафы, предусмотренные седьмой статьей, политические. Например, у Польши могут отобрать право голоса в европейских структурах. Чтобы дать процедуре ход, нужно согласие Европарламента и четырех пятых стран ЕС, то есть 22 государств. Пока же у Варшавы есть время подумать. Если в ближайшие три месяца власти Польши имплементируют наши рекомендации, Еврокомиссия готова пересмотреть свое предложение. Польша уже ответила. Президент Анджей Дуда демонстративно подписал два последних закона, которые резко критикуют Брюссель. В Варшаве считают обвинения в адрес Польши политически мотивированы. Эти законы были приняты Сеймом и Сенатом без каких-либо поправок, поэтому я решил их подписать. От диалогов, впрочем, Варшава не отказывается. В начале января в Брюсселе на переговоры ждут польского премьера Матеуша Моровецкого. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.